турецкий язык противительные союзы коршитлык баллачлары ама факат ля кин сегодняшнем уроке мы рассмотрим противительные союзы в турецком языке их главных у нас всего 5 это ама факат ля кин анджак и ялныс но для того чтобы урок не был слишком длинным мы сегодня возьмем похожие союзы ама факат ля кин а анджак и ялныс рассмотрим в другом уроке эти союзы являются противительными союзами на русский язык можно перевести как но или однако и они выражают противопоставления связывая два члена сложно сочиненного предложения рассмотрим каждый в отдельности союз ама обозначает противопоставления или противоречащих одно другому или ограничивающих слов или предложений рассмотрим на примерах чок тембельды ама башарлыолду чок тембельды он был очень ленивым ама но башарлыолду стал успешным как бы по по идее человек который ленивый не может быть успешным но у нас здесь исключение поэтому ставим союз но и получается он был очень ленивым стал успешным чок тембельды ама башарлыолду или емек аз ама до юруджу емек аз еды мало ама но до юруджу но она сытная несмотря на то что ее мало еда сытная здесь тоже два противоречащих высказывания которые мы соединили союзом ама или еще одно предложение безимля гельмане и зин верилис ама елда фазла сору сор мая джаксон мы разрешим тебе поехать с нами безимля гельмане и зин верилис ама но елда фазла сору сор мая джаксон ты не будешь задавать лишние вопросы в дороге то есть одно сантим разрешаем но с другой стороны при помощи этого союза мы ставим условия что ты не должен делать того то и еще одно предложение верилен ищи ябты ама ярым ямалак он выполнил задание которое ему дали верилен ищи ябты но ама сделал это как попало ярым ямалак здесь тоже человек должен был сделать задание которое ему дали он его сделал вроде бы но с оговоркой да как бы сделал это как попало верилен ищи ябты ама ярым ямалак теперь здесь я хочу чтобы вы обратили что в первых двух предложениях перед союзом ама я не ставил никакую не точку не запятую не точку запятой в третьем предложении поставил запятую в четвертом предложении поставил точку с запятой дело в том что правило пунктуации в турецком языке есть но по поводу его использования есть много вопросов так как большинство турков образованных и необразованных зачастую не пользуются этими правилами и поэтому по поводу противительных союзов в турецкой обучающей литературе вы можете встретить несколько вариантов в некоторых книгах говорится что нужно перед такими союзами ставить запятую в некоторых учебниках говорится что нужно ставить точку с запятой но если вы посмотрите на практике или если вы будете сталкиваться в бизнес среде в какой-то то вы можете увидеть зачастую что ни точки ни точки с запятой вообще не используют это кстати самое частое использование то есть вообще без каких-либо знаков припинания поэтому точно сказать что нужно обязательно ставить запятую или обязательно нужно ставить точку с запятой или это неправильно если вы не поставите их мы сказать не можем потому что такое использование вообще без запятых можно встретить и в газетах и журналах и в деловой переписке поэтому этот вопрос подробно здесь я рассматривать не хочу мы будем использовать просто без запятых и без точек запятых смотрим дальше некоторые предложения у нас могут начинаться с союза ома союз ома начиная с собой предложение вводит новую мысль противоположную тому что перед тем высказано в турецких школах даже есть такое правило говорят если у нас предложение начинается с этого союза все что было сказано до этого забудьте она уже не имеет никакого значения но давайте посмотрим как она на практике используется и что обозначает например ама бен синячок северу можно перевести как но я ведь тебя очень люблю например мама ругает сына за то что он что-то сделал и она его ругает 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 и видит что ребенок начинает уже на нее обижаться за то что она слишком много его ругает и она тогда ему говорит ама бен синячок северу то есть да я тебя ругаю но я я ведь тебя очень люблю вот в таком смысле можно это использовать или например ама бугюн синемая гиджектик мы ведь собирались сегодня пойти в кинотеатр когда говорится когда вы собрались в кинотеатр и вдруг видите что человек например с которым вы вместе собирались в кинотеатр меняет свои планы собирается идти куда-то в другое место или делать что-то другое и вы тогда как бы его укоряете этим и говорите ама бугюн синемая гиджектик но мы ведь собирались сегодня пойти в кинотеатр как бы а как же ты забыл что ли как бы такое напоминание с укором но можно привести еще другие примеры и еще союз ама можно использовать для привлечения внимание помещая его в конце предложения например одномутака бувакшан гиджэр ама только ты обязательно вечером отправь к это например вы кому-то дали какое-то поручение отправить посылку отправить письмо не важно и для того чтоб напомнить вы говорите это но не приказным тоном Boon utlaka boaxan ger таким приказным суровым тоном а вы говорите Бунулутака бувакшан гэндэ и добавляете ама Это смягчает предложение, и как будто вы на это действие привлекаете внимание, когда ставите «Ама» в конце слова. Только ты обязательно вечером отправь это. Или «Банак измама». Только ты не злись на меня. Например, я делаю что-то, что я должен сделать, и это является не совсем для тебя приятным. Но тем не менее, я тебя прошу, как бы говорю, «Банак измама». То есть, я-то то-то сделаю, потому что я должен сделать, и ты это знаешь, и поэтому, пожалуйста, не злись за это на меня. То есть, я тоже здесь привлекаю внимание на то действие «Банак измама». Только не злись на меня. Теперь посмотрим следующий союз у нас «Факат». Этот союз также обозначает противопоставление или противоречащих одно другому, или ограничивающих слов или предложений. По смыслу оно очень похоже с «Ама». И во многих предложениях можно использовать и союз «Ама», и союз «Факат». И очень тяжело даже уловить разницу в этих двух союзах, потому что она минимальная. Я поделюсь своим восприятием, потому что нигде в книжках, в принципе, вы не найдете, в чем разница. Как по мне, союз «Ама» является таким, когда вы констатируете какой-то факт, а союз «Факат» является таким, когда вы выражаете этот факт. То есть, он более радикальный, он более такой агрессивный. Это то, о чем вы именно заявляете, а союз «Ама» — это то, что вы просто констатируете. Зачастую, например, у нас есть два высказывания или два предложения, которые мы соединяем с союзом «Ама», и они не полностью противоречивают друг другу, но являются различными, то в предложениях, где используется «Факат», зачастую предложения имеют абсолютные противоположные значения. Ну, например, «Адам Алтмышяшинда» «Факат чок динчкиориньёш». «Человеку 60 лет» «Адам Алтмышяшинда» «Факат но чок динчкиориньёш». «Он выглядит очень бодро». Вот здесь, смотрите, человек 60 лет, то есть он уже преклонного возраста, и поэтому выглядеть бодро в таком возрасте — это абсолютно противоречащее значение. И вот здесь лучше использовать «Факат». С союзом «Факат» мы противопоставляем значение, то, что он бодро выглядит, тому, что ему 60 лет. Если бы здесь было «Ама», можно было бы сказать «Адам Алтмышяшинда», «Ама» «Линчкиориньёш». Здесь мы как бы не делаем ударение на противопоставление, но мы просто констатируем, что это так. Это такой небольшой каламбур, конечно, получился, но я надеюсь, что вы уловите вот эту тоненькую разницу. Ещё пример. То есть, смотрите, у меня есть желание купить, но моему этому желанию есть абсолютное противоречие в виде того, что у меня не хватает на этот денег. И поэтому в данном случае мы используем «Факат». Дальше ещё одно предложение. «Биз Ивша Эдьёрус» «Факат кенды аузлары и леды и тирав Эдьёрлаш». «Биз Ивша Эдьёрус» «Мы раскрываем это». «Ивша Этмек» — вообще это глагол переводится как «то, что было тайным». «Раскрыть», «показать», «вытащить на показ». То есть, мы раскрываем какие-то подробности, скрытые, какую-то информацию о ком-то, о которой никто не знает. «Факат кенды аузлары и леды и тирав Эдьёрлаш». «Кенды аузлары» значит «своими устами и тирав Эдьёрлаш признают». То есть, мы это раскрываем, а они в том числе своими высказываниями, не хотя, но признают, что та информация, которую мы раскрыли, является правдой. Немножко сложноватое предложение, но я думаю, что вы всё поймёте. «Ким ся мукемель де Ильдер?» «Факат бен мукемелем». «Никто не идеален», «Факат», «но», «бен мукемелем». «Но я идеален». У нас есть значение того, что «никто не бывает идеальным», и вместе с этим мы абсолютно противоречим этому тем, что говорим, что «я идеален». «Ким ся мукемель де Ильдер?» «Факат бен мукемелем». Союз «Факат» также может ставиться в начале предложения, и точно так же, как «Ама», начиная с собой предложение, вводит новую мысль, противоположную тому, что перед тем высказано. Например, «Факат он нар бен дин не мёрдлор», «но они ведь не слушают меня». Когда мы такое можем сказать? Например, мне директор сказал, «Так, смотри, заставь тех, тех, тех рабочих сделать то-то». И я считую директору на то, что «но они ведь меня не слушают», то есть они не принимают меня во внимание. И здесь я говорю «Факат», то есть говорю, что «они абсолютно меня не слушают». Если в такой же ситуации я бы сказал «Ама он нар бен дин не мёрдлор», это было бы как «я просто констатирую». И в такой ситуации директор тогда бы мне сказал «но ты найди, значит, решение этого вопроса». Но когда я говорю «Факат он нар бен дин не мёрдлор», я здесь уже напрямую выражаю проблему, говорю, что есть проблема, с которой я сам уже не могу справиться. Я хочу обратить внимание своего директора на эту проблему. Таким радикальным высказыванием именно с союзом «Факат». Или еще «Факат, her she in se be be sensin». «Но ведь всему причина – это ты». Вот смотрите, тоже ситуация. Есть человек, мой друг, скажем, и на его голову сваливаются какие-то трудности и проблемы. И когда мы с ним это обсуждаем, он мне об этом рассказывает. Я хочу ему сказать «Факат, her she in se be be sensin». «Но ведь всему причина – это ты». Я здесь выражаю точку зрения и привлекаю внимание на то, что именно ты являешься этой проблемой. Я это как бы утверждаю. Если же здесь я бы сказал в такой же ситуации «Ама her she in se be be sensin». Я как бы констатирую, то есть я не утверждаю, что да, ты во всем виноват. Но я говорю «Ну, как бы ты всему причина этому». Это как вариант. Когда я не хочу обидеть своего друга, я более мягко говорю. Если же я хочу сказать твердо и сказать, что так ведь ты сам в этом причина. То есть я именно на это хочу привлечь его внимание. И тогда говорю «Ну, ведь всему причина – это ты, факат, her she in se be be sensin». Надеюсь, все понятно. И теперь посмотрим, еще у нас есть противительный союз «ля кин», который также переводится как «но», но даже на русский язык, наверное, лучше переводить как «однако». Этот союз очень похож союзами «ама» и «факат», но это слово является старо-турецким. Уже в современном турецком языке, в разговорной речи вы практически этот союз не услышите. В газетах, журналах, какой-то в прессе вы это услышать сможете очень редко. И, может быть, чаще можно увидеть это в литературе более ранних писателей. Но по значению он очень схож с «ама» и «факат» и обозначает противопоставление или противоречащих одно другому, или ограничивающих слов или предложений. Для примера предложения союза «ля кин», я взял вам два фрагмента из фильма «Великолепный век». И так как в этом фильме старались придержаться стилистике вот именно старо-турецкого языка, то союз «ля кин» очень часто используется в этом фильме. Давайте посмотрим. Посмотрим, что они сказали и быстренько переведем. Султан Сулейман говорит «Аяс паша, и джаб эден таквие я пыл сын капудан пашая». Аяс паша, пусть сделают положенную надбавку, и джаб эден положенную, таквие, надбавка, я пыл сын, пусть сделают капудан паше. На что визирь ему отвечает «Эмр дер сын с хюнкяром», как прикажете, мой повелитель. «Лякин, о кючук адалары элимизде тутмак гюч, однако нам сложно будет удерживать элимизде тутмак гюч те маленькие острова, о кючук адалары». И Султан Сулейман ему отвечает «Адаларын тамамы феттедилдиктен сонра, тек бир санчак altında топланacak паша». «После того, как мы завоюем все острова, одаларын тамамы феттедилдиктен сонра, мы соберем их под одно знамя, тек бир санчак altında топланаджак паша». Санчак это переводится и как «знамя», и также в Османской империи это назывались территориальные единицы, как область, как регион, и поэтому здесь он имеет в виду, что мы соберем их под одну область, под одно знамя. И посмотрим еще один пример. «Адаларын Таня» Теперь быстро посмотрите. Мустафа, мой мустафа, асланый мой лев. Мой лев, видеть, каким ты вырос, каким стал решительным, смелым, вероятливым, проницательным. Но видишь, как ты стал таким шекзаде? Делает меня счастливым сполна. Зиаде, это значит лишняя зиадеси, значит сполна. И дальше продолжаем. Да, я рад, что ты такой хороший шекзаде. Однако, не забывай. В любом добре есть зло, и в любом зле есть добро. Неважно, какая есть причина. Это значит по правилу. Усул, это правило. Тебе положено было бы посоветоваться со мной. На этом этот урок закончен. Спасибо за внимание. Если нравится, ставьте лайки, делитесь видео. До скорых встреч. До свидания. Продолжение следует...